всем привет сегодня 6 июля до харьков харьковская область мы начинаем лечить свои гортензии крупнолистные они у нас немножко склеротируют вот хлорозом приболели бывают три симптома из-за чего болеют хлорозом растения это вирусный хлороз чего у нас в принципе не наблюдается хлороз от перепада температур и хлороз от склеротирования корней то есть корни не усваивают железо вот и мы сейчас будем лечить свои гортензии у нас есть и перепад температур и склеротируют корни так вот сейчас и займемся этим до . что мы первое сделаем анечка мы отмеряем железный купорос и замочим его до настоим а настаивать мы его будем до вечера ну давай показываю вот у нас есть такая мерная ложечка набирай вот этот стаканчик это стаканчик это рюмка в этой рюмке 30 грамм вот мы анечка набирает так набирает набирает и с горкой набирай еще одну ложечку клади и вот мы сделали это для одного ведра высыпай как мороженое до получилось да да есть такое так и еще и и во второе ведро так как у нас много крупной листной гортензии нам нужно два ведра да так и во второе ведро вот теперь это все нужно размешать и поколачивать течение дня тогда до вечера да и а вечером мы добавим алюминиевые квасы и так продолжаем до зайка так сейчас уже 7 часов вечера анечка мешает вот такая вот получился настой железного купороса второй помешай вот насел так видим есть ржавая пленочка сверху и мы ошиблись вот эта рюмочка это 50 миллилитров рюмочка вот мы добавили можно так сказать по 50 грамм в каждый в каждое ведро до зайка что теперь аня делает аня сейчас будет добавлять такое же количество алюминиевых квасов бери ложечку коробочки и добавляю алюминиевых квасов возьми вот эти комочки два комочка по комочку брось в ведро а ну-ка бросай ведро так а второй комочек во второе ведро так теперь нет набирай 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 еще набирай да просто без горки положишь так полный стаканчик набирай все все теперь в одно ведро и во второе ведро так чуть-чуть поживее солнышко не рассыпай это химия могут погибнуть растения так все высыпай ведро так теперь становись и колоти 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 аккуратненько чтобы железный купорос не попала коробочку хорошо хорошо колоти по дну расколачивая про по дну проводи так смотрим вот такой раствор у нас получается да доченька так 2 к расколачивай и теперь мы дай дадим настояться еще полчаса да уже настоялся наш раствор да и анечка поливает мама доверила анечке анечке надо полить анечка поливает не под сам кустик а вокруг да зайка да и вот так вот все прольют на листики чтобы не попадала да за теперь так много не наливаем на в одном месте да вот так поливаем поливаем хорошенько да теперь через десять дней мы посмотрим на результат не задавали вопрос а как часто поливать вот мы посмотрим через десять дней если результат если результат хороший то тогда мы больше поливать не будем а если недостаточный результат мы еще раз польем у нас есть десять часов ночного времени для того чтобы корни впитали этот раствор дополнительно мы до этого пролили хорошо грядочку вот она вся видно что она вся сырая и днем мы поливали монофосфатом калия и заодно проснуться корешочки можно так сказать и они мы договорились не поливать на листики останутся рыжие пятна или совсем обожжешь поняла зайка хорошо договорились вот и через десять дней мы посмотрим все вроде бы все что хотели сказать до встречи через десять дней прощайся . пока пока пока